ребята привет сегодня покажу mitsubishi pajero и о хорошая машина стоит недорого в японии соответственно у нее цена в россии получается не такая высокая там 200 200 30000 рублей но будет интересно вообще собрать поджерика хоть он неравный дизельный как 46 кстати 46 тоже скоро будет вот а сегодня посмотрим pajero так ну надо смотреть ремни что-то тут шкребет вот вот так нормально еще по джерри хорошем сайм не кстати коррозия это болезнь этот нормальный на чашку все норм баски торжал и свет такой еще эксклюзив условно говоря 220 тысяч рублей там 230 да если у вас такой pajero чего вы купите но вот у вас гнил такой пожара чего купите да ничего вы не купите за такие деньги поэтому нормальная идея привести конструктора все очень чистенький очень хороший 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 так вопрос японца или нет прям вообще багажник вообще тут ничего не возил закрепление аккумулятора все откидывается для хорошей тачки раньше делали чуть на низах подтраивает мотор но это надо смотреть свечи вообще по хорошему вот надо ремень поменять ремень поменять посмотреть свечи и все и тачка будет служить долго сто пятьдесят шесть тысяч пробег ходовка все в порядке не брякает ничего нормально отрабатывает вообще нормальная машина на камчатке это сказка а не тачка ребят поэтому если у вас мысли обновить свою машину то это мысли не пустые вам я думаю будет пока конструктора разрешены возить по таким ценам надо брать и обновлять свои машины если у вас машина в нормальном состоянии и вам нужен там мотор коробка там чуть салон проводка ходовка можно собрать по лет это выйдет дешевле если у вас кузову хана мотору хана то есть на вам нужно брать конструктора посмотрим свечи если что ребята поменяют почистят может быть заслонка вот говорят нормально работал после сборки сразу сборки гтдшки вообще прям не рыжий вообще прям для поджерико ну реально большая его вообще гниют да блять прям как ниссаны наверно старые что колотый колотый вопрос будем искать на фото был колотый либо колонули уже здесь где-то вроде удара нету разберемся очень много людей пишет в комментариях что да зачем ваши конструктора ну и чё толку их разрешили все равно их не оформить не заменить кузов не заменить раму но агрегаты не заменишь официально как бы да не заменишь но сам факт склады полные вообще конструкторов везут абсолютно все вон там и сервушке виши хонда стрим да вообще все везут грации марки старые люди знают что с этими машинами делать и а как бы оформить не оформить без разницы четырехлитровая маджеста с целым кузовом на гтдшках она всегда будет иметь ценность любая машина какой-то рамный внедорожник дайте рано pajero без птс а даже на гтд люди найдут применение этим тачкам они будут ездить на охоту они там на свою раму там перекинут и так далее можно как бы говорить что не оформить это не имеет смысла но окей но люди находят возможность покупают старые машины допустим кто-то хочет себе какого-то не знаю старую легенду да там это pajero да допустим в 46 находят просто укачанного в хлам pajero просто укачанного и покупают его за какие-то символические деньги главная рама чтобы было целое без коррозии регистрируют на себя этот pajero можно даже потом перерегистрировать привозят себе конструктора и на эту раму насаживают все запчасти ну то есть кузов коробку мотор ходовку все в итоге у нас машина которая будет бегать я даже не знаю сколько но pajero из японии с пробегом там 130 тысяч да я не знаю сколько будет бегать и аналогов нету нету аналогов допустим тирана в двадцать первом кузове по джерику сорок шестому восьмидесятки да нету аналогов что ну там какие-то тирана вот этот смешной который сейчас не сан да этот новый как бы да это смех просто не тачка это просто вообще какая-то как можно назвать был эту машину тирана вы посмотрите старый кузов и посмотрите новый кузов это просто смех вот и а поэтому такие тачки легенды пока их можно завести конструктором я вам советую заморочится что-то придумать если у вас старая укачанная машина везите себе конструктора и вы будете ездить на достойном варианте из японии думайте сами не то что я навязываю ну можете не покупать не знаю там что вы потом возьмете ладу кросс там какая-то вышла там новая за 900 тысяч рублей не знаю ребят на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь пишите вопросы подписывайтесь на канал ставьте лайки если вы нашли пользу в моих словах и в моих видео я с вами прощаюсь дальше обзоры целых тачек будут потом посмотрим делику еще 25 п 25 с 2 и 5 дизелем пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля